В паблике «Подслушано Самара» соцсети ВКонтакте рассказали, что в Самаре автомобилисты устроили флешмоб в память о погибших из-за стрельбы в казанской школе. На парковке около торгового центра «Амбар» из автомобиля собрали надпись «Казань» и изобразили горящую свечу. Однако горожане с негодованием отреагировали на данную инициативу. Больше всего лайков собрал комментарий с требованием скинуться деньгами и организовать хоть в одной самарской школе нормальную охрану. Вот это будет поступок. А то так и будем автопробеги и прочую фигню устраивать в память о жертвах в школах, сокрушаетесь читатели. Родителям погибших детей абсолютно пофиг на ваши флешмобы, потому что все это глупое позерство. Удалите к черту этот пост, не позорьте город, это трагедия, а не повод для идиотских флешмобиков. Дети погибли, они шоу тут с участием машин устроили. Если у вас лишние деньги, лучше узнайте чью-либо карту пострадавших и переведите. Это лучше, чем фоточки с машинками. Вот вам делать больше нечего. Любой повод ищите для хайпа. Займитесь чем-нибудь полезным. В паблике «Черный список» Самара пожаловались, что стартовавшие недавно ремонт улицы Новосадовой проходят с вопиющими нарушениями закона о тишине. Народ, подскажите, куда бежать, писать, звонить, чтобы прекратить это издевательство по ночам? Возмущаются горожане. Мы проживаем в доме по улице Новосадовой, 295, пересечение Советской армии. Из-за строительства развязки уже несколько ночей не спим. Работы стали проводить по ночам. Бесконечный писк трактора, который он издает, когда сдает назад, это еще полбеды. Сейчас вот проснулись от жуткого стука металла, который повторяется каждые 10 минут по несколько секунд. Это в 2.30 ночи. Строители что-то долбят или вбивают. Иногда даже весь дом содрогается. И ведь это только начало. Пластиковые окна не спасают, хотя мы к шуму народ привычный. У нас трамвай под окнами ходит, мы научились их не слышать. Но к такому безобразию не привыкнуть. В комментарии начался сплошной хайп. Как же вы достали своим нытьем? Все плохие, все мешают, все все делают неправильно. Но делают плохо. Делают днем, мешает жизнедеятельности и движению. Делают ночью, мешает спать. Все всегда плохо, что бы ни происходило. Вы серьезно не понимаете, что при дорожных работах днем потери в разных сферах жизнедеятельности будут в разы больше, нежели если они работают ночью?